Прошу почтить память павших героев за освобождение нашей Родины от фашизма минутой молчания. Это тот праздник, который объединяет, и объединял, и надеюсь, объединяет всех живущих в России, на русской земле, в русском мире. Особенный, да, он особенный, именно потому, что сейчас мы увидели среди портретов наших новых героев, те, которые, ну, к сожалению, им пришлось перенять ту эстафету, которая легла на плечи советского народа в 41-м году. И в связи с этим, конечно, новое звучание этого праздника. Память о наших дедушках, бабушках, которые участвовали в войне, вообще о войне, забыть, что это такое. Я считаю, что патриотизм – это очень важная вещь. Наши деды победили фашизм. В данный момент сейчас мы побеждаем него фашист, боремся с ним, уничтожаем его. И я надеюсь, что уничтожим его до конца, вырвем его с корнем. Конечно, без потерь не обойдется. Будем чтить память участников СВО, так же, как и наших дедов, наших отцов, те, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Для меня герой, ну, в первую очередь, наверное, мой отец, потому что он попал на Украину. Я не стыжусь этого, и я очень горжусь отцом, потому что он не побоялся, взял повестку, поехал. Вот. Я горжусь отцом, да и вообще всеми теми контрактниками, призывниками мобилизованными. Я горжусь этими людьми, потому что они отстаивают честь страны. Какого года? 50 лет. 50 лет? Ну, именно вот такими парадами. Да, она на пружине, да, взводится. Наверное, самый главный праздник, который всех нас объединяет, который показывает пример, на какие жертвы пошел наш народ, в том числе воины сибиряки, в том числе те, кто трудились здесь, в тылу. Прошлое – это всегда ошибки наших предков, либо, наоборот, их подвиги, на которые равняться стоит будущему поколению. Мужесть и отвага.